МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предприятие Республики станет крупнейшим поставщиком гипохлорита кальция. Еще два года назад это необходимое для добычи золота и очистки воды вещество в Россию завозили из Китая. Импортозамещающий проект реализовали на базе Новочебоксарского завода Химпром. Мы стараемся выйти на сверхпроектный объем. В принципе, все в работе, проект удачный. То есть сейчас практически на полную мощность вышли в работе самого производства. Это же не только цех, это целый завод практически, новый завод. Здесь уже наращивают объемы выпуска. В планах поставлять до 15 тысяч тонн гипохлорита кальция в год. Так предприятие займет порядка 60% российского рынка. С учетом рынка вообще, с учетом вот этого продукта, с учетом удельного веса основного продукта, о чем вы сейчас сказали, на рынке как вы выглядите, на мировом? Ну, российский где-то мы, получается, две трети забираем, на мировом. Пока, в общем-то, мы работаем на Россию. Пока чистое поле, но скоро и здесь появится новый завод по выпуску пероксида водорода. Этот реагент необходим производителям текстиля и бумаги в качестве отбеливателя. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 5 миллиардов. Сейчас мы занимаемся тем, что заказываем, проплачиваем дорогостоящие оборудования. Там часть, например, водородная установка, она делается два года. То есть только изготовление ее. Ну, соответственно, еще приехать, установить. Наша задача перед тем, как ее привезут, сделать ей основу. Поэтому мы будем все делать в рамках графика, который уже выстроен, выхолочен. Он будет минимальный. Один из успешно реализованных проектов в истории завода – цех по выпуску перокарбоната натрия. В этом необходимом для моющих порошков компоненте в 90-е годы страна испытывала дефицит. Сейчас мы являемся поставщиком 99% перокарбоната кальция в нашу страну. То есть ничего сейчас не завозится, мы являемся основным поставщиком. У нас есть примеры, как нужно правильно начинать бизнес и как правильно его вести. Стараемся всех наших покупателей держать возле себя и их обеспечивать нашей продукцией. Мы довольно-таки очень клиентоориентированная компания. Инвестиционные проекты – это новые перспективы и рынки, отметил глава региона. Все стратегически делается правильно для российского рынка, для потребительского рынка. И удовлетворение спроса на российском рынке. Касаясь это уже темы импортозамещения. Если раньше все это завозилось и сейчас пока еще завозится, в перспективе Химпром будет иметь хороший, значимый рынок для нас. Инвестиционные проекты городообразующего предприятия крайне важны для экономики муниципалитета. За последние годы на Химпроме создали более 200 новых рабочих мест. Национальные цели у нас – это и рост экономики, это и борьба с бедностью. Поэтому это невозможно достичь нам, если у нас не будет инвестиций в основной капитал, если у нас не будут новых рабочих мест. И причем рабочие места, мы прежде всего об этом говорим, про высокопроизводительные рабочие места. Поэтому все эти проекты, которые реализовывают, и в том числе Химпром, конечно, вот еще раз подчеркиваю, имеют это стратегическое значение. По итогам 2018 года и по итогам первых 4-5 месяцев, радуются, что объем производства растет, индекс промышленного производства здесь стабильно растет. И что очень важно, принимаются и новые работники, то есть средняя списочная численность растет, и что очень важно, еще и растет и заработная плата. По итогам пока здесь мы видим рост на 10%. Госпрограмма развития промышленности в регионе дает отдачу, отметил Михаил Игнатьев. То есть 160 рабочих мест здесь у нас образовалось. Именно высоких профессиональных специальностей. Это очень значимо для нас, потому что, с одной стороны, Химпром – городообразующее предприятие, в целом и для республики, и для Новочебоксарска, а то, что 160 рабочих мест новых появилось, и для самореализации специалистов, которые заканчивают учреждение среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, они востребованы. И это дополнительная налогоблагаемая база для нас. Это тоже очень хорошо. Даже 13% от каждого работника, отчисляется в бюджет, это пополнение, а по расходной части отправляем на улучшение благосостояния на Химпроме заинтересованной в поэтапном росте производительности труда. Поддержку заводу оказывают в рамках национального проекта. Ключевые задачи предприятий – снизить неэффективные расходы и повысить рентабельность, отмечают эксперты. Потому что это конкурентноспособность российской экономики, и это единственная возможность ощутимо повышать заработную плату людей, потому что не может расти заработная плата быстрее, чем производительность труда. Это просто закончится крахом в экономике. Технологии повышения производительности труда всегда работают по принципу создания такого пилота, лучшего образца, который потом тиражируется. Возникают уже не отдельные пилотные проекты, а возникает такая системная работа по созданию эффективного региона, не отдельного предприятия, а действительно переноса этого же опыта, который создавался на производственных предприятиях, на социальную сферу, на медицину, на образование, на государственный и региональный аппарат управления. Потому что эффективность – это про все. Поэтому, да, конечно, это работает. И сегодня регионы, которые первые стартовали, думаю, что имеют… Знаете, самое главное, что они получают от этого, они получают возможность быстрее изменять жизнь людей. И ничего более важного не существует. По тому, как на предприятиях повышается производительность труда, в федеральном центре будут оценивать работу местных властей. Мотивировать, на мой взгляд, должна ответственность перед людьми, которые живут на территории соответствующего муниципалитета и на территории соответствующего региона. Потому что это обязанность власти создать такие условия, чтобы за счет роста производительности труда люди могли получать более высокую заработную плату. А регион имеет более высокие налоги, которые он может потратить на развитие социальной сферы. Это изменение отношения людей. Это не делается просто подписанием приказа. Ну, так не случайно национальный проект, поэтому и рассчитан не за полгода, и не за год. Он сейчас разбит на все шесть лет. И я уверен, честно говоря, что он в 2024 году не закончится, потому что процесс улучшения, он бесконечен. И самое главное, когда люди это начинают чувствовать, у них у самих начинают гореть глаза. Это очень долгосрочная история, поэтому все результаты будем подводить. И в том числе это должно найти отражение не только в конкретных результатах проекта, но и во влиянии на все 15 индикаторов, по которым оценивается регион. И то, как выразивается экономика, и то, какого качества социальная сфера, городская среда, сфера строительства, все мы должны увидеть именно в конечных показателях. Поэтому Чувашскую республику тоже будем оценивать в 2023-2024. Предприятия республики, где бережливую культуру начали осваивать в этом году, наращивают объемы выпуска продукции. Лучшие практики экспертов Центра компетенции будут тиражированы. Передать эстафету другим производителям для движения вперед к повышению конкурентоспособности – это ключевая задача национального проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова